ГТРК Южный Урал ГТРК Южный Урал ГТРК Южный Урал 24 Получается, что мы будем конкурировать с другими телеканалами ВГТРК или нет? И как вы видите вектор развития окружных телеканалов? Вы знаете, абсолютно никакой конкуренции нет, потому что у федерального канала свои задачи, у конкретного нашего филиала в любом субъекте Российской Федерации свои задачи. А окружной канал – это, мне кажется, такая наша правильно когда-то придуманная коллективная идея объединять посредством, в данном случае, телевидения субъекта Российской Федерации, которые работают и живут в одном федеральном округе. Ну, Уральский федеральный округ вообще очень огромен по территории, собственно, и достаточно много людей живет, более 12 миллионов в Уральском федеральном округе. Ну, представляете себе, от Салихарда до Магнитогорска, какие расстояния там, да? Это все один большой Уральский федеральный округ с очень интересной историей, с очень интересным настоящим и, конечно же, с очень интересным, несомненно, будущим. Потому что, ну, что-то говорить о промышленном потенциале. Здесь, в общем, в Уральском федеральном округе сосредоточены основные природные запасы и газа, и нефти, и вся таблица Меделеева здесь. Не зря, собственно, в свое время создавались такие серьезные проекты, как металлургический комбинат, начало атомной промышленности. Все здесь создавалось, здесь, в Челябинской области, в Уральском федеральном округе. Ну, и культура, история, о которой действительно надо рассказывать не только людям, которые конкретно живут в топливном субъекте, а вообще всей стране. Поэтому я очень благодарен коллегам за то, что идея эта была поддержана, реализована. И сегодня мы уже в тестовом режиме вещаем практически полгода. Урал-24, я имею в виду, канал тогда. Очень интересный, очень насыщенный, с очень интересной и правильно быстрой несеткой вещания канал. Я, к примеру, с коллегами в Москве, мы с удовольствием смотрим этот канал, просто не оторваться. Огромное спасибо всем, кто делает этот замечательный проект, кто его реализует. Потому что идеи, знаете, они витают в воздухе, их можно придумывать. Но без конкретных исполнителей, без людей, которые делают эту тяжелую ежедневную работу, ничего бы не получилось. Очень лестные слова для нас, кто занимается работой на этом канале. А сейчас мы записываем с вами интервью в новой студии ГТРК «Южный Урал». И это действительно большое событие, большой технологический прорыв для телевидения Челябинской области. Была модернизирована вся инженерная инфраструктура, световое, телевизионное оборудование. Скажите, как проходит техническое перевооружение в других филиалах в ГТРК? И помогает ли это региональное телевидение поднять до уровня федерального? Ну, я вам скажу, сегодня мы с вами находимся в новой студии ГТРК «Южный Урал». Абсолютно точно вам скажу, это сегодня лучшая студия в стране. Даже федеральные каналы не имеют такой студии. Это правда. Это не для красного словца, я говорю. Это действительно так. Это предмет нашей общей гордости. И спасибо, что руководство ГТРК поддержит это направление. Мы уже много лет подряд проводим модернизацию студийного пространства практически во всех наших региональных филиалах. Но везде разные возможности, разная история создания того или иного филиала, разные площади. Надо было все это адаптировать под конкретные задачи. И этот проект, который мы долго вынашивали вместе с директором ГТРК «Южный Урал» Евгением Леонидовым Дмитренко, он казался вообще на самом деле трудно реализуемым. Но ведь главное желание, и главное воля, и главное мотивировать коллектив собрать все это воедино. И практика показывает, что когда есть общее желание двигаться вперед, все сложности преодолимы. Несмотря на что, вы видите, что у нас сегодня получилось. Это такая замечательная студия, в которой можно делать программы разных форматов. И утренние, и вечерние, и новостные, и общественно-политические, и детские, и так далее, и так далее. Вот это вот замечательно, когда действительно студия сделана не ради студии, она многофункциональна. Собственно, и здесь, в этой студии, много проектов будет создаваться для окружного канала «Урал-24» в том числе. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное спасибо всему коллективу ГТРК «Южный Урал» за ваш такой замечательный труд, и за то, что сегодня здесь получилось. Но нет предела совершенства, у нас еще есть много других задумок. Так что будем двигаться вперед. Главное событие 2024 года – это, безусловно, предстоящие выборы президента страны. Вы вошли в состав рабочей группы «Центрозбирком» и представляете Общественную палату России. И рабочая группа была создана для обеспечения контроля за соблюдением порядка и правил информирования избирателей при проведении предвыборной агитации. Расскажите, как планируется организовать деятельность рабочей группы? Ну, во-первых, есть законодательство, которое определяет выборы президента Российской Федерации. Есть обязательные общедоступные телерадиоканалы, которые по закону должны освещать предвыборную ситуацию и проводить предвыборную агитацию. И, естественно, финальная история – это сами выборы, треудневное голосование. Много новшеств за последнее время произошло. Есть такое новшество, как дистанционное электронное голосование. Задача рабочей группы – реагировать на все возможные нарушения, какие-то недочеты в работе и так далее. Проводить выборы в строгом соответствии с законом Российской Федерации о выборах президента Российской Федерации. Собственно, так ничего другого здесь не скажешь и не придумаешь. Создаются наблюдательные комиссии. В этом участвуют активные и общественные палаты Российской Федерации, которые я имею честь представлять. Наша задача – провести всенародные, правильные, легитимные выборы и достойно выбрать президента Российской Федерации. Зрители по достоинству оценили уникальный проект ВГТРК – телевизионный марафон, который готовят региональные телерадиокомпании. Уже был марафон, который посвящен победе в Великой Отечественной войне, марафон о традициях и народах, о выдающихся земляках. Интересно, когда нам ждать следующий марафон и какой теме он будет посвящен? Ну, это не секрет. Мы с вами действительно провели уже пять телевизионных марафонов за последние полтора-два года. Сейчас мы готовим, могу уже открыто об этом сказать, такой интересный, на мой взгляд, телевизионный марафон, название ему «Истоки» о реках нашей большой страны. Ведь мало кто знает, что у нас в стране около трех миллионов рек. Более двух миллионов восемьсот озер и так далее. Ну, во-первых, что такое река в жизни человека? Исторически всегда люди селились на берегу реки, потому что это источник жизни, это вода, это все, что в реке водится, там, пропитание и так далее. Это, конечно же, и транспортные артерии. По рекам люди сплавляли грузы, вели караваны, посещали другие территории, ну и так далее, и так далее. Вообще река в жизни человека играет, я считаю, важную роль. Не зря рекам посвящено столько произведений художественных, литературных, музыкальных. И, конечно же, реки, они соединяют, объединяют нашу великую страну. И вот рассказать об этом, о значении реки в жизни человека, в истории нашей страны, о настоящем и будущем, как вообще реки развивают и сохраняют страну в целом. Вот это вот такая задача, мне кажется, будет очень интересно посмотреть, потому что есть огромные, там, большие реки, там, да, Енисей, Лена, Волга, есть маленькие речушки, там, да, там, Угра, например, там, мало кто знает, там, стаи, великое стаи на Угре, это тоже большая часть нашей истории, Калка, река, там, да, ну, и рассказать людям об этих разных, но очень интересных реках, вот такая стоит перед нами задача. Ну, тема действительно обширная, интересная, здесь есть, где развернуться. Будем включаться тоже в работу. Да, конечно, спасибо. Буквально на днях в общественной палате России обсуждали тренды контент-потребления, и там были озвучены очень любопытные инициативы. Например, на федеральном уровне закрепить статус блогера, необходимость увеличить квоту на соцрекламу, и установить налоговые льготы для компаний, которые используют в своей рекламе положительные, позитивные образы и примеры многодетных семей. Вот насколько жизнеспособны дали эти инициативы? Ну, знаете, инициативы разные бывают там, да. В принципе, блогеры существуют как явление нашей жизни, да. Но это не журналистика. Вот это мое личное мнение, это мое частное мнение, а ни в коем случае не мнение сообщества. Мы много с людьми, работающими в разных направлениях, обсуждаем эту тему. Союз журналистов сказывает свою позицию. Я тоже, конечно, член Союза журналистов поддерживаю. Все-таки блогер и журналист — это две разные вещи. Журналист учится, образовывается, получает специальность, которая закреплена, в общем-то, в реестре профессии. Есть профессия журналиста, блогер. Ну, любой человек может назвать себя блогером. Я, честно говоря, ну, это такое, может быть, не очень удачное сравнение. Это как вот на заборе написать что-то, выразить свое мнение. Поэтому я к этому очень осторожно отношусь. Но, тем не менее, надо считаться с этим сообществом. Есть блогеры, у которых многое количество подписчиков. Надо просто вовлекать их в нашу общую работу. Не отталкивать их от себя там, да, не критиковать, а просто все положительное, что они несут, как-то, наверное, в нашу общую работу включать. Вот такая, собственно, у меня позиция, я ее всегда высказываю. Но что касается поддержки многодетных семей, я считаю, это абсолютно правильная инициатива. И инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина, который в этом году указом обозначил год семьи 2024-й. Много проблем у нас в части демографии, в части поддержки молодых семей, многодетных семей. Но все вот эти инициативы, они, собственно, побуждают каждого гражданина и вообще общество в целом поддерживать идею, которая всегда в России была основополагающей. Создание многодетных семей. Ну, потому что большая семья – это основа государства. Воспитывать детей, воспитывать их правильно, воспитывать с детства в правильное направление – задача государственная. Ну, а мы с вами, как средство массовой информации государственной, должны, в общем, тоже прикладывать все усилия для того, чтобы это не просто там была идея, ну, хорошо, там, рожайте, рожайте. А рассказывать обо всех инициативах, которые поддерживают именно, там, да, вот эту идею многодетной семьи. Очень много же инициатив и материальных, и идеологических, и моральных, о которых мало кто знает. Об этом надо рассказывать. Потому что даже многодетные семьи не всегда знают, какими льготами они могут пользоваться. Ну, так устроит законодательство. Поэтому надо об этом рассказывать, толковать и говорить людям, что не бойтесь рожать, потому что государство взяло такую сегодня направление, такую политику на поддержку материнства и детства и многодетных семей. Ну, на такой позитивной ноте предлагаю завершить наше интервью. Рифат Абдул Вагапович, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова с 17 февраля по 7 марта в нашей Республике, как и во всех регионах России, пройдет адресное информирование избирателей о предстоящих выборах. Специалисты ИнформУИК расскажут вам о дате и времени голосования, о порядке и формах участия в голосовании, о составе кандидатов, уточнят ваши сведения в списке избирателей, подскажут, как оформить заявление о голосовании по месту нахождения, а также как проголосовать вне помещения для голосования. Члену участковой избирательной комиссии можно будет узнать по бейджу с логотипом выборов и удостоверению члену участковой избирательной комиссии, по специальному жилету с логотипом выборов, с собой у членов комиссии будут сумки с логотипом выборов и необходимыми информационными материалами. В работе будет использоваться мобильное приложение. Напомним, что 15, 16 и 17 марта 2024 года пройдут выборы президента России.